Рекомендую, ребята, подписаться вам на канал Buster. Этот канал посвящен у нас Танкам Икс, и в общем-то любители этой игры можете переходить смело по ссылочке в описании, подписываться, засанивать видосики, потому что видосы реально годные, качество превью их на высшем уровне, ссылочка на этот канал будет в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайтер, сегодня мы начинаем нашу рубрику, она называется Битва вооружений. Сегодня будем сравнивать фризы и жиги, не знаю почему, но вот вы как раз таки и захотели, тем более эти вооружения были у нас у ребят, которые со мной сегодня записывают, и кстати со мной на голосе Ветали в далеком мире, поздоровайтесь. На вечер в хату. С ним привет. Вот, и кстати, вот из-за Санька, потому что он на Васпе, и у нас один, короче, участник будет тоже, ребята, играть на Васпике, потому что, чтобы, так сказать, такая идиллия была, три Харька и по одному Васпику, потому что, короче, у Сани не было этого Харька, и поэтому пришлось и так сделать. Давайте, я жму уже Делет, мы Делетаемся, ребята, и все начинаем уже играть. Играем до 40 килов, а кстати, какого фига, давайте перезаход, да, да, перезаход давайте, давайте все перезаход. Я надеюсь, сейчас увидят, что все перезашли, тупо сделаем перезаходик, мы, получается, за красных, да, будем играть, а вы за синих, да, да, все правильно. Ну давай, Алекс Мастер, Алекс Мастер, я прошу тебя, выйди, мой хорошенький. Так, все, он вышел, давайте уже погнали рубиться. Сейчас, мне кажется, Вас нужно просто нагнуть, ну хотя, смотрите, мы, ребята, я, точнее, буду играть один раунд, то есть за черных, потом я уже перейду за синих, потому что здесь у одного чувака у нас нету, короче, Жиги, Точнее, не Жиги, а фреза М3-го, и поэтому вот такой вот немножко фейл получился. У меня в переволке два ниггера отпёздили. Да, 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 ты крутой. Кстати, Виталийка, не матерись, потому что с новыми правилами ютуба из-за матов твоих у меня могут монетизацию отключить. Вот, так что, пожалуйста, давайте без матов. Я тебе на полном серьезе говорю, кстати говоря. Сейчас, мне больше так не надо. Так, всё, погнали. Да ёпрстой. Ну, кстати, смотри, вы сейчас пока, ну хотя нет, идём в большей степени вровень. И мне кажется, смотри, сейчас от фрезы и Жиги они будут примерно одинаково, то есть здесь уже чисто будет решать скилуха. Скилуха, скилуха. Скилуха, Виталь, кивуха. Фрезы могут морозить, покружить, и вот там их плюсы. Ну, а смотри, а Жига может тебя поджарить, и, соответственно, хоть я тебя убью, но я потом всё равно догорю, если какой-то из тиммейтов меня не остудит. Сейчас играние у Жиги очень маленькое. Не, нормально. Да, да, Жига, Жига сейчас вообще слабо. Нормально, Вася, у вас просто руки кривые на Жиге играть. А, пошёл. Так что нормально всё. Нормально, нормально, нормально. И так, зайдём. Так, а вы где, кстати? Я вроде как бы на вашей базе катаюсь, но абсолютно вообще никого ни хера не вижу. Это как так может быть? В далёком мире минусанул. Давайте ещё одного чувачка. Блин, я вот только приезжаю, меня сразу минусуют. Хотя, в принципе, у меня ОПХ, ну, я бы не сказал, что она суперская. Вроде нормальная. Смотри, 16-15. Идём вровень. То есть, вот это на туре такое, знаете, противостояние, по сути, практически двух одинаковых пушек. Потому что, ну, что на той, что на той, нужно приезжать именно в упор и тогда только расстреливать чуваков, которые пытаются тебя завалить. Так, и есть, вот мы дохли. Давай сразу второго мы дохаем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мне кажется, или если я сейчас перейду просто за вашу команду и мы проиграем на жигах... А, ты за фризов останешься? Не-не, я потом, короче, поменяю все местами там. Я, получается, два раза тупо буду играть за фризов. Из-за того, что чувак там у нас один немножечко право флил. Вот, и в этом выпуске, ребята, у нас получится так. Потому что, короче, мы, ребята, пригласили чуваков. Я вот писал и говорил, типа, у кого ЕСМ-3? Чуваки писали, у меня, у меня ЕСМ-3. То все пригласили, здесь уже время поджимает конкретное. И... Минус один. Эй, а что у нас минус один? Юнит, нет. У нас Санек минус один, минусанулся. Это на самом деле не есть хорошо. Пацаны, да, вы? Просто не есть хорошо. Так, давайте пока я нажму на паузу. Вот, ребят, давайте нажму на паузу. Сейчас у нас Санек зайдет и мы продолжим. Так, ребята, вот мы и продолжаем. Немножко нам пришлось заменить состав. Позвали мы сюда грозу, потому что Санек что-то у нас вообще приуныл, вылетел и где-то запропастился. Вот, поэтому нам пришлось немножко позвать другого чувачка. Но, я так думаю, ничего страшного. В принципе, у нас от этого ничего толкового не поменяется. И, по идее, смотрите, у нас еще счет 35-32. 36. Нам осталось, ребята, сделать 4 килла. После чего будет у нас небольшая такая переигровочка. После которой мы немножечко сейчас поменяем составы. И все будет, в общем-то, четенько. А, вот тут тебе еще надо будет красочку надеть на зеленую. Да-да-да, я это знаю, я это знаю. Потому что, я, короче, ребят, не знаю, чтобы записать эту рубрику, здесь такие сейчас извращения будут. И последний килл. Нам осталось. Сотрите. 39-38. Ребята, пожалуйста. Мои, не затупите, не затупите, не затупите. Есть! Просто есть. В этой, кстати, катке у нас фризи затащили просто вообще на изи. Я, кстати, ребята, вышел, потому что меня там выкидывало немножечко. Но сейчас мы поставим на паузу и опять продолжим. Так, ну что ж, ребята, мы уже перешли на другие вооружения. Но я, так сказать, остался, опять же, на том самом вооружении. Единственное, что я поменял, это краску. И давайте уже пишем нашим союзникам, врагам. Го! Го! Начинаем, ребята, нашу баталию. Просто начинаем жестко нагибать наших ЖИК. Теперь мы, опять же... Ну, как сказать, я опять, ребята, нагибаю ЖИК, но только теперь я нагибаюсь другой командой. Хе-хе-хе. Блин, не знаю сейчас, кстати, что из этого получится у нас. Что-то получится толково или нет? Далеко мере, ты что там и так засел? Виталь, тебя сзади отожгли. Отжарили Витальку сзади. Прямо, прямо в виду, что ребята Витальку взяли и отжарили сзади. Это на самом деле... Мы друг друга, а это охлаждательное, они же типа... Да-да, ну, понимаешь, у нас здесь по факту не получается такого, чтобы друг друга охлаждать, либо не охлаждать. У нас, как раз таки, стоит упор на то, что нужно просто всех брать и тырить. Так, я, короче, там их надамажил, вам осталось только добить. Вот, Гроза, кстати, подошел и подстилит-ка раз два фрага. Так, все, погнали. Погнали. Фризы силы. Ну, кстати, да, фризы довольно-таки неплохо нагибают. И вот так смотри. О-о-о, Виталька, тебя там что, опять кто-то отжарил сзади, а? Ты давай там поаккуратнее, блин. У нас здесь все-таки видео идет, дед нас смотрят. А там Витальку жарят. Ой, мы проиграем, кстати. А может, мы соберемся? Ай, вот я в засаду попал. Слышь, они на центре, они устроили засаду. Нужно как-то их, короче, по одному выкуривать от этого. Все, давайте теперь им такую же засаду, короче, будем делать. Все, 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 я одну жигу немножечко у нас по-мудоху. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну смотри, в принципе, главное, чтобы нам выехать и хотя бы каждый у нас делал по одному киллу. Либо дамажил просто вообще прям в сраку, чтобы они догорали очень-очень сильно. Фух. Так, все, погнали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Веталю у нас стоит. Ой-ой-ой, Веталю у нас стоит. Вот я понял, кто команду все подставляет. Ты с Виталькой. Все, кик Тим. Просто берем сейчас и Витальку кикаем. Стимы. Плохая тема. Тима не работая. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Я ся грозу остудил. И по идее сейчас сможет даже нанести небольшой урончик. Ой, хорош. Блин, вот знаете, чем проблема фреза? Да, если бы я был на жиге, я бы вот этого чувака сейчас добил. Потому что у него оставалось буквально на нулях там хп. Я бы, по идее, просто взял его бы и добил. Но потому что у фреза нету нифига такого догорания, я его не смог ничего по факту ему сделать. Так, ладно, погнали. А, камон, дайте мне вырасти с респа. А-а-а, иди в зад. Иди в зад, Виталька опять на своей волне там катается, а. Я на своей волне. Иди в зад, а. Боже мой. Вы кого позвали на рубрику, а? Ох ты, блин. Смотри, 32-28. По факту даст. А, ну, то есть, смотри, есть отставание, да, какое-то и преимущество у той или иной команды. То есть здесь уже, по факту, зависит всё от команды, да? То, что тащат те или не те. Просто вайдер на... Да-да-да, конечно. Вайдер на мухтай. Проиграли до этого, короче, фризам. Сейчас проигрываете с Жигом. То есть противоположной команде. Ну, ладно. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Дратуйте. Дратуйте. Дратуйте, мой дорогой. Блин, ну, смотрите. У него то, что есть, опять же, и догорание, плюс урон, это очень жёстко. Кстати, смотрите, как они нас вообще по Шурику затащили. То есть это, ну, блин, я даже не знаю, какое. Ну, по факту, смотрите, 40-32, это счёт довольно-таки жёсткий. И здесь такого прямого, как-то, я не знаю, заключения, по факту, я, ребята, опять же, не могу сделать. По сути, в первой катке там больше, так сказать, вровень шли. Вот. Но второй катке, как раз-таки, вот эта команда, которая у нас попалась на жигах, она как-то затащила нас вообще просто с тотальным разрывом, с тотальным преимуществом. И можно, я так думаю, если, опять же, мы будем играть ещё один раунд, и чуваки, например, вот эти будут, опять же, на жигах, мне кажется, они нас опять так же порвут. То есть, если до этого я играл, опять же, с своих командой, и там был небольшой разрыв, то может даже сделать такой вывод, что на жигах вот этим чувакам, как раз-таки, играть проще, потому что там был разрыв буквально в два убийства, да, в предыдущем бою, а здесь 8 целых киллов. Это уже такая нормальная цифра. Прям вообще даже очень, я бы сказал, нормальная. Ну, короче, ребята, опять же, не знаю, всё остаётся, опять же, на ваше, на ваше, на ваше рассмотрение, как вам эта рубрика, понравится или нет. И, ребята, пишите в комментариях, что нам тестировать следующее, то есть, какие пушки нужно нам протестить следующие, там, я не знаю, опять же, пишите какие-нибудь нестандартные, например, ту же самую рельсу и смоку, или, например, рельсу и фриз какой-нибудь, мы будем тестировать на разных картах. Так что, ребята, если вам понравилась эта рубрика, обязательно ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был Вайдер, в далёком мире и Ветталь, всем пока-пока! Удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok